Мы наконец-то в Владивостоке. Не прошло 8 часов, мы долетели. И спасибо огромное Владивостоке, потому что мы вас везли на автобусе. Вот здесь посмотрите, наш самолюсик. И нас в рукаве, приятно так. Утро. С Мариной Ким мы не поспали. У нас не вальдер. Не пройдет еще и 5 часов, как мы полетим в Северную. Лена, скажи пока самолетику и бизнес-класса в Северной Корее и бизнес-класса не будет. Не будет бизнес-класса в Северной Корее. Там вообще не бывает. Нечего баловаться. Нечего баловаться, понимаете? Все взяли из Северкина и пошли. Пока. Вот мы и долетели до Пхеньяна. Я очки даже не могу снимать, потому что мы больше там сутки не спали, да? Марина держится. Мы едем... У меня просто очки в багаже. Очки в багаже. Мы едем в наш отель. Облагородили. Облагородили здесь. Узкоколейка. Марина снимала здесь несколько лет назад документальный фильм, поэтому она знает. Верим ей. Покажу вам немножко уже Северной Корее. «Цар» В первой части гостиницы нужно обязательно почтить памятник. Здесь как раз сегодня день свадеб. Нельзя снимать близко. Вот так аккуратненько снимем. Ну что ж, друзья, представляю вашему вниманию два лидера Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. У меня цветы, обязательно нужно почтить, так скажем, двух лидеров. Такие свадьбы. Так, у нас коллективная фотография. Я подбежала, моя делегация и обводит Лена мою фотографию. Я не могу их просто не снять. Ну что, ваш день мы почтили, цветы возложили. Сейчас едем все-таки в гостиницу. Таким опаздывает. Смотрите, еле живая, но идет. Покажу вам свой номер. Город будто в дымке. На самом деле это явление хванца. Это песчаные бури, которые пришли из Китая. Так, так же, конечно, хочется посмотреть, что вам не помните. Ну, помните, что вам не помните. Ваша вам не помните. Лиска. Старые мои привычки. Что нужно говорить? Сколько мы? Ну, я. Собственно, у нас Китайская или Китайская. На самом деле есть борь с китайских товаров. Охотит немножко стороной санкций. Собственно говоря, вот и заводит. Ну что ж, я думаю, что выжил. Ну что ж, у нас сегодня грандиозные планы. Для того, чтобы вы понимали, в каком месте я нахожусь, Северная Корея одна из самых закрытых стран мира. Страна с железным занавесом. Корейцы не знают, что такое интернет. Не знают, что такое социальные сети. Не смотрят голливудские фильмы, потому что по телевизору показывают только то, что производят непосредственно здесь. Едят и носят только то, что производят в их стране. Невероятно интересно. И если вам интересно вместе со мной, тогда за мной я покажу вам, как же живет эта страна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приезжаем в реку, она называется Грэданган. Нет. Тверделием гостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полвека Северная Корея живет в состоянии санкций. Сейчас в состоянии гражданской войны и временного перемирия с Южной Кореей. Но несмотря на это, Пхеньян развивается и строится. Еще четыре года назад половина зданий, которые мы сейчас видим, их не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мы находимся у монумента Чучхе. Чучхе – это идеология, которую товарищ Ким Мерсен подарил своему народу северкорейскому. Чучхе – это значит, все только в твоих силах. Монумент 150 метров. Сейчас мы поднимемся наверх. И я покажу вам, какой же прекрасный вид открывается с самого верха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы находимся на самой высокой точке Пхеньяна. Это смотровая площадка. Мы находимся на высоте 150 метров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень широкая река. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так выглядит этот монумент. Близко его было тяжело снять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень хочется отметить, что Пхеньян очень чистый город. Это сразу же заметила. И ни одной бумажки. И все невероятно чисто. Это очень приятно. За городом следят. И также хочется отметить, как быстро развивается город. За мной сидит Марина Ким. Она изучает местную прессу. Что же они напечатали? Хорошо ли она вышла на фотографии в газете? Вот, собственно говоря, нам дали свежую прессу. Только вчера мы прилетели и уже нас напечатали. Марина, расскажи, вот ты была 4 года назад в Пхеньяне. Расскажи, пожалуйста, как изменился город? Город, на самом деле, изменился до неузнаваемости. Практически 50% зданий. Что изменилось? Просто не было. Новые постройки, новые жилые дома, новые дома административные. Их очень много. Дороги. Новый аэропорт, которого не было вообще. Старый аэропорт из леса земли. Построили новый, современный, международный стандарт. И дорога из аэропорта в Пхеньян, она была абсолютно ужасная. Ее не было узкоколейка. По ней можно было передвигаться на свой страх и риск. Сейчас современная трасса. Город стал выглядеть богаче. Стало более холодное застрое. И пробок абсолютно нет. Свободные дороги. И это не связано с тем, что сегодня суббота или воскресенье, как-то обычно в Москве. Я немного показываю вам город. Вы знаете, есть в Корее такое понятие, как Малима. То есть развитие семимильными шагами. Марин, ты видишь, да, здесь развитие семимильными шагами? Малима – это название коня. У них есть такой мифологии в корейском хорексе, который когда-то, я уже не помню, что он скачал, что там было связано с горой, вот на горе этот конь. И вот он как бы символ такого созидания, и того, что корейцы очень быстро все могут делать. Мы продумали, это очень тоже любимая нация, а Северная Корея – это такой очень особенный народ, который может вот так за 4 года просто отстроить город заново. В этом районе родился Ким Ир Сен. Здесь очень красиво. Это доме в нашей председке Ким Ир Сен родился в правильственной детстве. Это место называется Мангин, и в своем переводе означает «десять тысяч петерджи». Красивое место. Поэтому тогда многие богатые люди из других местностей впервые искупали горы этого района для погребения своих предков. В тогдашнее время в этом районе было много могил предков для погрешков. Для сторожей своих могил им создали им такие старушки. Родной дом нашего президента был одним из таких. Его прадедушка жил бедно, у него семья большая, он не мог достаться к фронтиру, поэтому он решил стать служим чужой могилой. В эту сторожку перезиделись в 1862 году. В конце концов освободили нашу страну 15 августа 1945 года. Это прошло целых 20 лет. За эти долгие годы наш президент очень тосковал по этому родному дому. Тоскуя по нему, он даже зачинил песню. По-крейски называется «Хянга», по-русски «Тоска по родному дому». Именно в этом почитаемом корейцами месте хочется рассказать о том, что совсем скоро будет 105 годовщина лидера Ким Ир Сена. Корейский народ считает его солнцем, поэтому этот праздник называется «День солнца». Накануне праздника их привезли специально, чтобы они заложили цветы к домику Великого Ким Ир Сена. Вот так дружными рядами они стекаются к месту, где родилась легенда о Великом Вожде. Еще хочется отдельно обратить внимание на большое количество людей на улицах. Это репетиция. Это репетиция праздника. Очень интересно. Потому что 15-ое время это большой праздник. А за последний праздник. Смотрите, сколько людей все пешком. Вот такие они, значит. Кто кого. Кто пешеход, автобус или автобус пешеход. И очень мало машин на улице. Потому что обычный корейец не может позволить себе автотранспорт купить. И передвигаются или пешком, или на велосипедом. О! Перебегает дорога. Снова. Абсолютно не страшно. И это повсеместно на всех улицах происходит. Сейчас хочется вспомнить историю. Мы находимся на кладбище солдатам Советской Армии, которые погибли при освобождении Кореи от захватчиков японцев. Здесь порядка 800 могил. 50 из них детские. Почти сердечное получение памяти папшим советским здравом. Спасибо. Сегодня суббота. В субботу здесь не работают, а учатся. Входят в кран по науке и технике, на разные курсы. А вот в пятницу здесь субботник. Все убирают город, поэтому здесь так чисто. На самом деле, если ездить по городу, то всегда видно людей, которые чем-то занимаются. Что-то убирают, красят. Поэтому это корейское хранение. Сейчас мы находимся в самом главном центральном универмаге Пхеньяне. Здесь много людей, много товаров. Сейчас я чуть-чуть расскажу вам про это место. Просто интересно. Это настоящая живая жизнь. Снимать здесь нельзя. Я постараюсь чуть-чуть для вас. Посмотрите, какое красивое белье, как в советские времена. Несколько моделей, зато огромное количество. Разрешает снимать в универмаге, но я не могу не снять эти невероятные шапки. А, все, я поняла, я не буду снимать. Шапки, которые мне удалось для вас снять, они из собаки. А чучела животных, которые вы сейчас видите, их тоже можно приобрести домой. Марина пытается купить мороженое и отказывает все время покупать мороженое. Наши пытаются купить мороженое и все время отказывает. Не знаю, куда мы здесь. И все-таки у нас есть мороженое. Марина, где-то нам отказали. Зачастую иностранцам не продают какие-то местные товары. Говорят, что идите в магазин для иностранцев и там покупайте. Мороженое очень вкусное. Не буду тратить время, потому что очень сложно снимать на улицах. Покажу вам, как живут здесь непосредственно корейцы, так скажем, не из автобусов. О Северной Корее рассуждать можно сколько угодно, но факт остается фактом. Для четыре года жители Северной Кореи начали одеваться лучше, питаться лучше. И небольшое, но развитие есть и это радует. Вот так выглядит этот самый главный универмаг. Вот он Пхеньян сегодня. Ван Сан. То есть песчаная буря из Китая ушла. Я могу показать вам этот город во всей Европе России. Еще четыре года назад и половину, потому что вы видите. Здесь катаются на роликах и играют в волейбол. Дома. Здесь можно выбрать. Дома. Здесь находится парад, который принимает все это. Суспой, пьяно, и благодарность вам и всем. Солнце. У меня разок. Дикого, дикого. У меня тоже солнце там будет. А мы едем, а у нас завтрак. Да, у нас завтрак. У нас завтрак? Я 7 часов туда есть не могу. Мы едем на горнолыжный курорт. Нам 3,5 часа. Она обещает веселую дорогу. И жизнь веселая. Ну вот мы и дотряслись. 4 часа. И мы на горнолыжном курорте. В принципе снега немного. Мы его специально завозим. Давай, прокрутимся. Вот смотри. Он есть. Нам обещали каталку. Я жду. Но будут песни и танцы. Ну, поскольку привезли букеты, я думаю, что сейчас будет какое-то возложение. В районе. Ага. 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 Испытать. Идёмте. Говорят, что лыжи дадут. И даже одежде. Эх! Громолыжный курорт. Люди должны быть с лыжами, но тут группка людей почему-то. Группа людей приехала просто пофотографироваться. Мы находимся на самой вершине 1363 метра высота. Трассы 5000 метров. Вот вершина, столько штаммы там были. Вот столько трасс здесь. Готовы к труду и обороне. Ким практически тоже оделась. Ты сноубордист или альпинист? Я горнолыжник. Лена, мы горнолыжники северокорейские. Сейчас мы будем кататься и покорять вершину горы. Мусикрем. 1363 километра. Между нами тает лёд. Лена пытается надеть на голые русские ноги корейские ботинки лыжные. Ну кто бы мог подумать, что я приеду в Северную Корею и приеду на такой прекрасный горнолыжный курорт, где я смогу покататься на лыжах. И без носок, и без чулок. Это называется слитки. Пережиток советского завета. А тапочки куда сдавать? Да то Лена с своими тапочками покажет. Пожалуйста, вот у меня свои тапочки. Сан-Лоранс. Новая коллекция. Это следующая. Оставляем тапочки. Оставляем тапочки, да? Слушай, видеооператор. Обратите внимание. Вот карточки не забудьте, не потеряйте, хорошо? Ски-пас надо не потерять, смотри. Ты сначала в ногу встань туда. Мы просто так приехали сюда. Геально. Мы пойдем с Мариной сейчас на ту вершину. Наша группа полосатых купальников. На какую? Смотри, здесь есть концерт развлекательный. Горка. Ну все, что нужно нормальному человеку. Вообще все по-серьезному. Нормально? У меня такое ощущение, что ботинки разные. Честно говоря, я без носок. Это мы уже знаем. Никто не предполагал. Катание? Болтается немного да-да, но... Попробуем. Уехать отсюда, из Северной Кореи, с горнолыжного флорда, и не покататься в преступлениях. Мы собрались на снегоходе на самый верх. Снег, мягко говоря, как лужа. Но мы на снегоходе. Нам помогают ребята в веселых белых шапках. Ну нет, мы будем стараться. Ну как вот взять? Вы вообще когда-нибудь в Северной Корее катались на лыжах? Ага. А мы сейчас будем кататься. Эти белые шапки. Что бы это означало? Чтобы прятаться в горах. Чтобы было не видно на снегу. Ребят, сурово не будем их тревожить. Заходите с ним. Но у них очень интересные белые шапки. Снимаем. Видимо, им жарковато сегодня тепло. Мы покоряем горные склоны Северной Кореи. Ну вот мы на подъемнике. Почему-то он остановился. Только я хотела его похвалить. Это такая самая... Сказали, что это средняя сложность горка. Но сейчас проверим. Потом пойдем на сложную степень сложности горку. Вот. Ну пока все очень интересно. И самое главное. Удивительно. Как это быстро построили. На каком-то высоком уровне. И я бы никогда не могла подумать, что в Северной Корее я буду кататься на лыжах. Вон Ким за мной. Очень красиво. Воздух. Ну я очень люблю лыжи. Поэтому для меня лыжи где угодно. Это очень здорово. На лыжнице. Лена! Уху! Лена только что закрыла сезон в Курсувеле. А теперь открыла здесь в Масю Крёни. Честно, я правильно называю. Работает подъемник. Вполне современная трасса. Вот транспортер, лента транспортера везет нас на самый верх. Такой небольшой склон. Вот там Марина Ким подзастряла немного. Я вам покажу, пока я ее жду. Вот такую горочку. И пока у нас есть время, я расскажу вам очень интересный факт. О том, как северокорейский народ любит своих лидеров. И вывели даже два сорта розы. Одна роза называется Ким Чен Ирия. А вторая роза называется Ким Ир Сэнь Я. Ну что, поедем или будем тут? Ну, пожалуй, поедем. Ну, пожалуй, поедем. Именно в этом месте, во дворце солнца, который я вам сейчас показала, в своем кабинете находится сейчас его тело, куда приходят люди почтить его память. Сейчас мы находимся на телевизоре, у нас находится в своем замечании «Два лет солнца». А здесь жил и работал лидер национальной демократической республики, «Два лет солнца». Сейчас это в этом в зале. Мы узнаем, что находится огромное количество личных вещей. Если вы не знаете или присмотреться, огромное количество наград. Только что в этом в зале, в вазе, могу сказать, что я нахожусь в большем впечатлении, потому что невероятного размахивания комплексов, невероятного размахивания залива. И вы знаете, когда народ так почитает своих людей, мне кажется, это достойно уважение. Пхеньян активно развивается и строится. Хочу обратить внимание на эту триумфальную арку, которая является самой крупной в Европе и на 10 метров выше знаменитой арки в Париже. Строим со своими руками валерные. Относим вот такие валючки. Все готовятся к параду, ко дню солнца, ко дню рождения великого лидера. Поехали! Все готовятся к параду. Кby, переехали. Это уникальная система, где ты помнишь. Очень круто, преподавательная система. Вот те виды, которые выражают на страны-белегатские, в такой уровень подготовки, из-за того, что я не видел. По-русски они реально говорят лучшие участки. Пойдемте посмотрим, что там внутри. У нас сейчас будет церемония комиссионная. Поклонимся памятнику Аждёхи Мирсана. Надо снять очки, наверное, чтобы поклонить. И дальше будем вам показывать, что там внутри. Пойдем с нами. Это было сделано по просьбе нашего консольства, поэтому мы очень рады, что если эти книги помогут вашим клиентам, по-русски. Мы будем, да, здесь одна будочка, где-то, 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 где-то. Мы будем работать. Северная Корея уделяет огромное внимание науке и технике, поэтому, поскольку мы приняли просто логать, мы привезли большое количество книг. Отдельно хочется уделить внимание вообще переходящей дорогу людям. Здесь КОКОВО, то есть сегодня мы застали женщину, которая с ребенком на спине просто кидалась под наш автобус. Вот, как интересно, здесь выстроено автодвижение и движение пешеходов. Пожалуйста, старей, просто пытайтесь прийти дорогу. А дальше КОКОВО! КОКОВО! Мы находимся на территории КОКОНОМОТАЛЬНОЙ ПАБРИКИ. Непосредственно, все, что делают в Северной Корее, они стараются делать собственными силами. Поэтому мы сейчас посмотрим, что же они производят. Мы в Патру и иду к кустику. Это зов моего детства. Можно выяснять, но я не знаю, что это богульник. Это один из самых красивых кустовников. Я просто счастлива видеть его снова в детстве. Вы бы видели, как цветут сопки, когда самые белые цветения этого богульника. Все они вот такие невероятно красивые, милового цвета. Это очень красиво. Вас уже зовут, пойдемте посмотрим, что же производят на этой фабрике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы видим производство самых дорогих желтовых нитей. Сейчас я вам поближе покажу сам окон. Иногда даже попадается насекомое, и потом уже как выходит ниточка невероятная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эти самые дорогие нитки шелковые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это замещение единственным путем для роста своей страны. Именно поэтому в этой стране, в Северной Корее, практически все производят своими силами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, на этом месте мы производим одеяло, которое на все четыре времена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как делаете стекла для одеяла? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы находимся в общежитии. Очень интересно посмотреть, как же живут здесь работники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это общежитие. Так живут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фотографии двух лидеров. Очень чистенько. Это хочется заметить. И фабрика чистенькая. Вы посмотрите, как здесь все красиво. Может, поверьте мне это точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Могу сказать, что общежитие на высоком уровне. Посмотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, что это не показательное выступление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не могу пройти мимо ванной комнаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полотенце. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Посмотрите. Если здесь живут два человека, это как четырехзвездочный отель. Если на одного больше, то как трехзвездочный. Красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ладно, это ванна такая? Черт. Ничего себе общежитие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, конечно, здесь хорошо относятся к работникам. Это действительно видно. Мы посетили очень много различных мест, даже плиночков. Все было сбито. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта фабрика одна из самых рентабельных. Всегда могут приходить не только специалисты, а и молодежь, которые не имеют каких-то определенных навыков. Как мы поняли, их здесь и учат. Они здесь и живут. То есть все условия. Здесь есть спортзал. Здесь есть бассейн. Они здесь и питаются. На самом деле, здесь, в Северной Корее, шелк не носят, потому что лидер когда-то сказал, что если мы не можем одеть весь народ в шелк, значит, и сами мы носить не будем. Поэтому шелк экспортируется, и обратно в больших количествах в страну приходит нейлон для того, чтобы одевать все население. Очень маленькая часть этого натурального, очень дорогого шелка идет на изготовление платьев для северокорианских женщин. Ну что, мы продолжаем наше путешествие. Это невероятно большое здание. Я сейчас вам его покажу. На самом деле, это дворец пионеров. Сейчас я покажу вам настоящих пионеров. Почему я обязательно решила и эту заметочку оставить. Вы знаете, я была пионеркой. Меня принимали в школе. Я носила галстук. Я ходила в пионерскую комнату, выполняла различные задания. Это было невероятно. Когда я сейчас увидела на улице пионеров, вот я вижу, девушка идет. Сейчас я вам покажу. Это невероятно. В таком же галстуке я ходила в школьные времена. Мы, соответственно, два лидера. Мы заходим сейчас. Я полагаю, что мы увидим талантливых детей. А дети, как всем известно, будущее любой нации. Вот они, юные пионеры. ПОДПИШИСЬ! 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 В Киняне порядка тысячи ресторанов, это говорит о том, что в этой стране не любят поесть. Самое главное блюдо это какое, Марина? Кимчи. Кимчи. Кимчи это маринованная капуста. Квашеная. Квашеная капуста поправляет меня Мариной Ким, которая является по крови своей кирианкой. Кимчи делается разными способами, так же, как, например, у нас в России делают окурсы, каждая хозяйка делает по-своему. Даже поговорим, что, ну, вернее, как мамы дают своим сыновьям такие советы, что если жена не умеет делать хорошо кимчи, метелка ее из дома. Вот просто хотела показать это блюдо, вот мы его сейчас пропустим, чтобы все пробовали. А еще, конечно, все. Уехала от нас кимчи. Смотрите, я хочу разрушить один миг. Как вы думаете, что на этом блюде? Вы думаете, это корейская морковка? На самом деле нет. Вы никогда не догадаетесь, что это. Это знающие люди. Я сейчас расскажу вам, что это. Морковка. Это не морковка, Марина. Это колокольчик. Самый настоящий колокольчик, как вы знаете, цветочек. Это как только цветок вырастает, берут в обед и делают вот такой кимчи из колокольчика. Невероятно вкусно. Я полюбила это блюдо. Не верим, попробуй. Не верим. Честно, буду пробовать сейчас. И хочу сказать, что корейцы не делают вот такую морковку, которую мы очень много видим где-то у нас в России. Потому что это придумали только советские корейцы. Моя бабушка. Бабушка придумала, Марина подсказывает. В Корее не делают такую морковку. То есть, если вы увидели такое блюдо, это обязательно колокольчик. Ешь уже. Ешь, 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 ешь. Она съела колокольчик. Это очень вкусно, правда, друзья. Звенишь? Да, динь-динь. Все. Кимчи тоже мы сейчас схватим. Что-нибудь от цвета тарелки, кстати. Конечно. Ну, давайте ужин. Как я уже говорила, в Северной Корее нет интернета. У меня даже не работает телефон. Но есть внутренние сети. Например, дети или взрослые люди могут переходить в храм науки и техники, где мы сейчас и находимся, для того, чтобы посмотреть мультфильмы, подчеркнуть какую-то информацию, зайти во внутренние сети. Люди не могут пользоваться интернетом, потому что власти боятся, что враги смогут разложить страну изнутри. Ну, а сейчас у нас предстоит невероятная встреча. Встреча с российскими детьми, которые живут здесь в Викторе. Это, как правило, дети послов или работников российского посольства. Они смотрят программу «Ревизора» и очень любят эти дни, которые участвуют. Авророзия большинства «Ревизор» и большинство. Девочка «Ревизора»... Как ваше настроение? Вам это здесь нравится? Да! А есть кто родился здесь? Или все приехали? У нас ученица первого класса Вика Жарова очень готовилась к встрече с вами. Она даже подготовила свои вопросы. Пожалуйста, Вика, задай. Я знаю, что ты очень хотела, но она наверняка стесняется. Давай, Вика. Это ты? Да. Яна Александровна, а почему вы выбрали именно эту работу? Потому что я хочу помогать людям. Я хочу, чтобы в моей стране были хорошие гостиницы и хорошие рестораны. Спасибо. Это вам. Спасибо тебе огромное. А как они по-корейски называются, ты знаешь? Я тоже не знаю. А что вам вообще в этой стране нравится? Ну вы как? Ух, 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 ух. Виды? Миссажи, спорные. Миссажи, спорные. Архитектура, спорные. Водопады, гоны. А вам удается выходить на какие-то экскурсии? Да, 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 да. Только вчера везде. Вчера ездили. Я считаю, что если каждый из нас будет делать какое-то хорошее дело, даже самое небольшое, то наш мир и наша с вами жизнь будет лучше. Спасибо. А ты делаешь добрые дела? Какие? Конечно. Помогаешь маме? Это очень хорошее доброе дело. С собакой гулять? С собакой гулять. Тоже хорошее дело. Да. У меня вопрос. У вас нет какой-то профессиональной деформации? Ну вот знаете, у вас такая интересная работа, то есть вы проверяете заведение, и у вас нет такого чувства, то есть дискомфорта, когда вы едите в ресторане, который вы не проверяли? А я вам отвечу, я не ем рестораны, которые не ем. А, понятно. А как же в Северной Канине? Это правда. Это правда происходит профессиональная деформация. Я действительно хожу крайне редко и только в те рестораны, в рестораны, которые знаю, знаю, как у них на кухне, и в рестораны, которые прошли мою проверку. ПЕСНЯ Когда ездишь по разным странам, конечно же, ты думаешь о том, что же привезти из той или иной страны. Вот я, например, хочу показать вам, ну да, это алкоголь, но не обычный. Сейчас вот так я его поставлю. Это водка с женщинем и вуаля, и со змеей. Вот она. Это настоящая змея. И самый интересный факт, когда выпиваешь водку, змея оживает. Это, конечно, не правда. Но вот такие сувениры, мне кажется, стоит привозить. Хочется отметить чаи. Это женщиневые чаи. Вообще, здесь очень много всего натурального. Отдельно хотелось показать вам непосредственно корень женщиня. Это очень сильное именно стимулирующее средство. На самом деле есть и китайский, но, как уверяют корейцы, у них это все лучшего качества. Каждая страна будет говорить, что у них лучше. Также еще очень много средств, в основе которых лежит женщинь. Вот, например, для женщин, для мужчин. Убираем 2 нолика. Цена 6 долларов примерно. 2 нолика убираем 7 долларов. Наверное, спросят, сколько же стоит алкоголь и эта водочка со змеей. Все очень просто. Вот она стоит здесь. Вот, смотрим, ее цена. Убираем 2 нолика и 15 долларов. По-моему, за такую экзотику. Даже если ее не пить, то 15 долларов можно заплатить. Корейцы верят только в партию, но в Пхеньяне есть два протестантских храма. Один католический и один православный. По сути, это единственный храм, действующий, в котором проводят и службы, и причастия. Главные прихожане этого храма работники посольства Российской Федерации. Также они с удовольствием поддерживают этот храм. Сколько стоит. Сколько стоит. Главные прихожане по вскрату. Старый Грязь. Прикладка. Они красивые. Ждет мама, пока маме делает. Мама вообще в шоке, не понимает, что пришли какие-то люди, снимают ее. Да, нам все интересно. Какие же стрижки нынче модные в Пхеньяне? Ну что, вот и отдыхает от родовых будней. Марина все за меня сказала. Вот так корейцы отдыхают. Поняли, интернета в Северной Корее нет. Что же остается? Остается телевидение. Интересно, что же показывают по телевизору? Телевизоры показывают телепрограммы и фильмы, которые производят в Северной Корее. И советские фильмы очень любят. Особенно любят корейцы фильмы про любовь. Потому что сами корейцы фильмы про любовь не снимают. Вот я сейчас включаю телевизор. Сейчас я вам покажу, что же, что же у нас сегодня. Хочу сказать, что телеканалы работают не полный день. Некоторые работают с пятнадцати до девятнадцати. Некоторые с пятнадцати до двадцати двух часов. Вот мы видим первый канал. Какой-то корейский фильм. Второй канал у нас особо не работает. Какое-то шоу корейское. Так, это уже три канала. Четвертый канал, соответственно. Единственный русский канал, который вещает здесь. Ну, это у нас в гостинице. В гостинице для иностранцев НТВ. Вот, ну, здесь показывают только то, что, конечно же, позволительно. Никакой внешней информации не нужно здесь, нет. Собственно говоря, и всё. Я говорила вам о том, что здесь показывают советские фильмы. Но вот я пришла перекусить. Смотрите, что я вижу по телевизору. Если я не ошибаюсь, это фильм «ТАСС». Уполнен. Россия всегда поддерживала Корею. И сейчас я покажу вам побеги голубых елей, которые ровно год назад российские представители привезли в Пхеньян. И посмотрите, какие уже красавицы маленькие выросли. Вот окончено наше путешествие. Мы едем в аэропорт. Дороги пустые, это очень удобно, потому что уезжаем сегодня за полтора часа. Внимание привлекает многих людей. Мари, ты хочешь решать? Казайка Сереги. Я хочу сказать, что приезжайте в Пхеньян. Сейчас доступны туристические садовки. Через специальное агентство, где мы его рекламировать, вы можете вполне устроить себе экзотическое путешествие в страну не в прошлом, а в будущем. Такие пустые дороги. Самое главное, это очень удобно. Вы знаете, что в стране есть всего только два эвакуатора. Даже если ты с машиной, ты можешь пристал. Можно спокойно ставить ее где тебе удобно. Вероятно, что ее эвакуируют. Странец к нулю. Лена, какие ощущения от поездки в Северную Корею? Я очень прониклась к этой стране. Я надеюсь, что я сюда вернусь для того, чтобы узнать об этой стране еще побольше. Потому что все-таки, когда тебя возят только по определенным маршрутам и не дают тебе ни вправо, ни влево. Ну, мне понравилась еда, мне понравились люди. Ну, я думаю, что мы вернемся. Соседка по комнате. Соседка по комнате. Соседка по комнате. Так, ну, Марина, кем? Ой, смотри. Смотримся. Соседка по комнате. Ну, ближайник стар identification. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok